Хочу на завтра стушить капусту, вот, с пол почерыжки, порезала почерыжки, не осталось, добавлю еще морковочку, и потушу капусту, в мальчеварку. Воды не добавляла масла, я не очень тут разбираюсь, ну, к борисной помощи. Вы сам удлить, на самую большую поставить, мощность. И сюда шла еще. Так, ладно, морковь. Так, морковочки, в общем, нарезала, не стала терять вот так вот соломкой, полусоломкой. Сейчас вот капусту. Вкусно будет, да? Оно сейчас утушится, это так. Оно, что-то утушится. Шипит, да. Я в этой мальчеварке не очень сражаю. Так, и лук сейчас, поеду. Режу лучка. Так, я, ну, сейчас тоже закинула. Капусту уже утушится, но мне помешает. Масло ложить не буду. Так, посмотрим, что с капустой. Нормально, видите, утушилась. Вот такую вот взяла. Клину. Так, чем мешать? Я хочу сейчас заперчить. И посолить. Ну, и, конечно, помешать. Всё. Вот это завтра. Сейчас она приготовится и перемешаю всё это. А ещё потушить. И завтра будет муквани. Хе-хе-хе. Ну, что ж. Теперь приступим к чик-завтраку, к чик-обеду. В общем, вчера приготовила себе капусту. Как я и вам говорила. Сегодня, в общем, зарядка зарядкой с утра. Ну, я же не могу постоянно зарядкой, в общем, как сказать, радовать. Понимаете? Поэтому, зарядка я вам показала. Сегодня я зарядку тоже делала. А теперь я буду вам показывать, что я буду есть. Пища. Здоровое питание. Понимаете? В общем, вчера приготовила капусту. Видели, как я её потушила? Вообще классно. Капуста получилась просто бомба. Гляньте. Гляньте. С морковочкой. Классно. Капуста просто... Просто класс. Сделала себе такой омлетик. Вот, с утра. И кофеёк, в общем, с молочком. Вкусно-тихе. И сейчас это всё. Сейчас я попробую. Капусту. Ммм, вкуснятина. Просто вкусно-тихе. В общем, так. Капусту пошинковали. Мультиварку забросили. Это всё. За... Лариса, за сколько капуста сделала? 40 минут. За 40 минут. Представляете? И никаких забот. А омлет пожарила Лариса мне. Но не пожарила, а как потушила. Лук. Гляньте, какая красотень. Классный. Лук. Чуть-чуть пропарила. И туда яйцо. Ой, вкуснятина. Я так люблю. Классно. Я, честно говоря, вилкой. Яйцо очень люблю. Мне всегда нравится ложка. Ложка. Мой верный. Дорог. Ну, вкусная капуста. Немножко переперчила. Это классно. В общем, всё. Видите, как всё просто. Я же вам говорила. Говорила. Что я, в общем, собираюсь к лету сбросить немножко лишних килограммов. Поэтому класс. Ой, ребята, сделайте вот такой омлет. У меня где-то на канале есть такой. Как вкусно. Вообще, яйцо с луком. Просто классно. Вчера вечером я ела лён. Лён поела нормально. Кстати, когда лён выпьешь, кушать вообще не хочется. Вот. Так что, всем советую с утра лён. Кофе ещё можно с лимоном. Но если что-то молоко есть, решила с молоком. Вкуснятина. Так. Я вам сказал, 10 дней отпуска. Их надо провести. В общем, как сказать? Благо, благо, благо. Ларис, как это слово? Благо стоя. Ну, благо насыщено. Такого слова нет. Нет, значит, будет. Значит, свои 10 дней мне надо провести благо насыщено. Поэтому я хочу поделать себе вам масочки. Позаниматься зарядкой. Чуть-чуть прийти на работу чуть-чуть обновлённой. Обновлённой. Обмалённой. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что с моей речи, я не пойму. Я не могу понять. Я не знаю. Говорят, когда кушают, надо медленно кушать. А я не могу медленно кушать. Когда вот это надо сто раз жевать. А я медленно не могу кушать. Ну, что, не даром пословица. Кто как работает, тот так и кушает. ха-ха-ха-ха. Потому что я люблю большие ложки и кушать ложками. И кушать быстро. Мм. Как быстро. Как умею. Ну, а что? Ну, нет, кто-то посмотришь, так медленно кушает, так, берет так вот, по одной, этой, морковочке, так вот. и живет. ха-ха-ха. Становка культурная. Это не культурная, это просто медленные люди. ха-ха-ха. ха-ха-ха. Все. Смотрите как. Раз, два. Хорошо. Вкусно. Тем более, я голодная. А вчера с вечера ничего не ела. Ну, не только с вечера, я же говорила, что в обед-то кален. А времени сколько пришло. А так как я в отпуску, ну, можно и в кровати поваляться побольше, подольше. Поэтому вот я сегодня валялась. А что? Капуста есть. Омлет сделала. Сестричками сделала. И класс. Поэтому вот так вот. Еще я вам говорила, энтеразель надо. Энтеразель тоже помогает. Так что, кто не хочет лен, кто-то может энтеразель. Принимать вовнутрь. Ну там. Такой вкусный омлет. Да и что надо? Лук покрошил на сковородку. Хочешь чуть-чуть водички. Не хочешь, добавь масла. Чуть-чуть, как его протушить. Не жаль. Это что? Вбиваю яйцо, накрываю крышкой, переворачиваю. Просто бомба. Классно. Вот. Мне еще, я же говорила вам, это, рецепт хочу сделать. Ну, рецепт-то я сделаю. у нас снег. Все белым-белом. Мне надо, в общем, с мяцем еще разобраться. Я его уже разморозила. Что-то никак не это. Руки мне не доходят у него. Все, все. Вот прикиньте, да? Вот вы заметили, когда человек, в общем, голодный, он даже злой, да? А когда поест, даже сразу немножко подобреет. Заметили? Я заметила. Когда голодный, даже нервозность у тебя какая-то, да? Вот еда, штука. Прикиньте, да? Какое надовольствие нам приносит. Завал. Наверное, две вещи в жизни есть. Еда и секс. А чего люди не могут отказаться? Ой, вкусно. Ну вот. Заметили? Порция одна. Небольшая. Всего здесь 200 грамм капусты. Ну, надо было 100. Ну, так как у меня уже не то обед, не то завтрак, не поймешь, что. Поэтому я сейчас решила 200 грамм. умлет без хлеба. Хорошо? Нормально. Правда? Все. А потом надо себе приготовить еще. В общем, капусту не будешь есть постоянно? Не знаю. чем вегетарианцы себя балуют. Четная капуста есть в морозилке. А, четная капуста есть в морозилке. Перец есть в морозилке. Что еще есть? Перец? Ну да, просто не фальшированный, а мучу. То есть, еды хоть завались-ка. Ешь не хочу. Ну, наверное, кто тебе? Вот, смотрите, у меня потому что общество чистых тарелок. Видите? Кто не доедает, тот вообще, я не знаю, слабаки, кто-то это оставляет. Мы же не с пансиона девиц благородных. Поэтому у нас должно быть все, мы должны, в общем, экономия должна быть экономно. Насыпал, съел. Все. Не выкидывать ничего. А так, шо это? Пол тарелки оставил, пол тарелки съел. Вот, как должно быть. Вкуснятина. В общем, поесть я поела. Теперь, все. Понятное дело, пусть еды на боковую не надо. А тянет, да? Так всегда. Это знаете, отчего? Потому что, когда ты поешь, у тебя наполняется живот. Когда у тебя живот наполняется, тебе начинает тянуться навеки. Глаза начинают сами собой прикрываться. Ходится так. Я думала, живот на веки тянется. Нет, живот же раздувается. Тебе же так раздувает. И ты вот так, понимаешь, все так начинает. Все же, кожа же тебя растягивается. и веки сами собой так начинает прикрываться. Пока оно там рассосется. Это у тебя, Юля, очень удобная теория у меня в свою пользу. Конечно. Это не только я знаю, это все знают. По крайней мере, некоторые мои знакомые знают. Теперь вы будете знать, чем вам после жертву и все находятся спать. Или хотя прилечь. я пойду помою тарелочки. Потом вчера пылесосила. Не знаю, что буду делать еще. В общем, чем-то немножко таким займусь. А, вот, буду заниматься мясом. Точно. Сейчас достану мясо, оно уже размороженное, оно просто лежит в холоде. Все, и буду заниматься короче мясом. Но потом вам, в общем, показывать рецепт. Все, ребята, не ешьте сильно много. Вот, придерживайтесь моим рецептом. в моей гимнастике и летом будет вам счастье и куча женихов. Понимаете? Вот. Самое главное терпение и еще раз терпение. Понимаете? Как говорил один мультипликационный мой любимый герой. В общем, все. Я с вами прощаюсь. как-то некогда. У меня вообще времени вообще нет. Еще хочу на вот это значит в отпуску поделать себе маски. Чтобы каждый день маски. Вчера не делала, а сегодня обязательно сделаю себе маски. Чтобы лицо питалось. В общем, чтобы было правильно. Надо с собой немножко поухаживать. За собой любимой. В общем, все. Как всегда, я говорю, чао. Спасибо вам, что были со мной. не забудьте поставить лайки, подписаться на мой канал и посмотреть мои видео. Ну, я не знаю, гимнастика, всякое приготовление. Ой, не забудьте. А я вам говорю, чао.